Вы знаете кого-нибудь, кто воспользовался услугой русская невеста по почте и смог познакомиться с девушкой? Если да, то как сложились их отношения? Я одно время работал с женщиной из Сибири, которая как раз была такой невестой по почте. Она была очень умна, хороша с собой, с ней было очень весело работать. Ее муж был лет на 10 старше ее, но они оба очень любили друг друга. По-моему, когда мы с ней познакомились, они были замужем уже около 5 лет. У себя дома в Сибири она была учительницей физики. Однако экономика там в такой жопе, что ей месяцами не платили зарплату. И в итоге она просто перестала появляться на работе. Здесь она работала волонтером в старшей школе, хотя у нее самой не было детей этого возраста. Мой бывший муж женился на русской брачной иммигрантке сразу после того, как мы развелись. Как только она получила американское гражданство, она тут же от него ушла. Где-то внутри я была этому очень рада. У меня есть родственник, который женился на южной кореянке, пока служил в армии. Как только она перебралась к нему в Штаты и получила гражданство, она сделала ровно то же самое. Один коллега долгое время ухаживал по интернету за русской невестой по почте. Они постоянно пересылали друг другу свои фотографии. Однажды он мне показал несколько криповых фоток этой милфочки-блондиночки, на которых она сидела у чего-то типа фонтана в одной лишь полупрозрачной ночнушке. Это уже само по себе ну такое. В России что, нет законов о непристойном поведении? Так она еще на половине фотографий позировала со своим шестилетним сыном. На мое возмущение коллега попытался мне объяснить, что у них это в порядке вещей, и что в русской культуре люди так не стесняются своих тел, как мы, люди Запада. Ага, конечно, приятель. Ладно, не суть. В общем, в один прекрасный день он перевел ей 10 тысяч долларов, чтобы она смогла прилететь к нему, пока мы находились в Южной Корее. Но произошло то, что не удивило никого. Она так и не приехала. Он звонил ей, а в ответ она отмазывалась, мол, то ее турагентство ограбило, то она на самолет не успела и так далее. Как вы думаете, что сделал мой коллега? Во время рождественских выходных он купил себе билет до Москвы, прилетел туда и приехал по адресу, где она якобы жила. Но вот сюрприз, ее там не оказалось. По итогу он провел Рождество в одиночестве в Москве. По возвращению на работу, роняя слезы, он рассказал мне эту историю. Шли дни, ему снова удалось связаться с ней по телефону электронной почте. Она сказала ему, что ее отправили на новую должность в Чечню, и что она скоро ему напишет. Больше от нее не было ни ответа, ни привета. Через неделю он снова вернулся в интернет на поиски новых невест из России. Она не русская, но все же. Мой дядя 30 лет назад женился на вьетнамской невесте по почте. Насколько я знаю, они по-прежнему вместе. Кто-нибудь объяснит, что это вообще за тема с невестами по почте? Женщины из бедных стран пытаются выцепить себе мужчин из богатых стран с целью свалить из своей страны и получить гражданство в более благополучной стране. Многие из них состоят в довольно сомнительных организациях, эксплуатирующих женщин и берущих с них нехилые проценты. В редких историях успеха невесте все же удается слинять из своей дерьмовой страны, а жениху жениться на красотке, которая при обычных условиях никогда бы не посмотрела в его сторону. Серый бизнес с сомнительной законностью. Я знал одну русскую невесту, которая переехала сюда, в США, и вышла замуж за американца. Она была молода, красива и умна. Они поженились, а через несколько месяцев ее суженый начал бухать и избивать ее. Так как она не знала никого в этой стране, ей пришлось жить в приюте для женщин, переживших насилие, в ожидании своей депортации. Так как нахождение в браке было обязательным условием для ее гринкарты. Вся эта история с женихом по почте обернулась для нее боком. Не знаю, что у нее происходит сейчас, я виделся с ней мельком 10 лет назад. Я знаю несколько молодых русских девушек, которые живут в нашей стране, но не спрашивайте, как они сюда переехали. По их словам, в России огромная нехватка достойных кандидатов мужья, так как многие страдают от зависимости и не работают и так далее. Не все невесты по почте падкие на деньги. Многие действительно хотят встретить хорошего парня, с которым можно построить семью и все такое. У меня две истории. Девочка, с которой я учился в старших классах. Ее мама была невестой по почте. Мама перевезла с собой ее и ее сестру. У них охренительная семейка. По крайней мере, ощущение было такое, что они очень счастливы. Однажды папа отвел нас с сестрой в сторонку и сказал, к нам едет жить женщина по имени Ольга и ее двухлетняя дочь. Если вы против этого, дайте мне знать, и я все отменю. Мы с сестрой знали, что она была невестой по почте. Нам было плевать. Потом проходят месяцы. Мы ни слова не слышим об этой женщине. Спрашиваем у отца. Он сказал, что Ольгу ограбили по дороге в аэропорт. Мы с сестрой решаем, что это пиздеж. Позже оказывается, что папа отправлял ей деньги. Как минимум 3000 долларов. Все мы понимали, что произошло, но никто эту тему больше не поднимал. Отношения складываются не очень. У моих родителей есть друг, у которого такая вот невеста. Она в Штатах уже много лет и постоянно на него злится. Я не так хорошо знаком с этим мужчиной, чтобы делать выводы о том, каково с ним жить. Но я знаю, что она не раз бросалась в него вещами и крушила его хату. Но самая дичь вот в чем. Этот друг оружейник и заядлый охотник. Несколько лет назад он взял ее с собой на охоту, и они начали ругаться. И так как чел помешан на безопасном использовании оружия, он никогда не заряжает свои стволы, пока не готов стрелять. Так вот, судя по всему, она взяла его ствол и нажала на курок. Она хотела замочить его. Но они по-прежнему вместе, и он все еще жив. Видимо, они разрулили ту проблему. Да как можно восстановить отношения после того, как твоя невеста попыталась, пусть и не смогла, убить тебя? В Советской России ты должен попытаться убить своего супруга или супругу. Если тебе это не удается, то ваши отношения становятся крепче в сто раз. Если все же удается, то ты ищешь нового супруга. Пусть она и не была невестой по почте, я женился на женщине из Чехии, которая находилась тут по рабочей визе. Первый год наш брак шел вполне нормально, но потом все резко изменилось, когда она на 6 недель улетела к себе на родину. Вернувшись домой, она целый месяц вела себя, как конченая сука. Все жаловалось мне, как она скучает по семье. Потом я однажды прихожу с работы домой, а оттуда все вынесено. Проверяю наши банковские счета, и там пусто. Я набрал ее, а она подняла трубку. Сказала мне, что она снова сошлась со своим прошлым парнем, пока навещала семью. И что обратно ко мне она уже не вернется. Со слов ее тети, с которой у меня до сих пор хорошее отношение, первое, что она сделала, когда вернулась на родину, купила ее новому мужику тачку из салона. На данный момент, насколько мне известно, деньги у них закончились, и они живут на чешское пособие. Потому что ее мужчина считает, что он слишком крут, чтобы идти на обычную работу. А она все собирается стать моделью. Чехия. Ура, моя страна. Она вела себя, как конченая сука. Блять. Ну, положительным моментом в этой истории было то, что она открыла для меня чешскую кухню. Раньше я терпеть не мог грибы, но она мастерски использовала их в своих блюдах. Наш русский друг таким образом познакомился со своей женой. Они счастливы в браке, и у них прекрасный сынишка. Однако мы перестали с ними встречаться, потому что она вела себя, как высокомерная сука. Отказывалась есть что-либо из того, что мы готовили, и постоянно обращала внимание на то, что мы недостаточно роскошно живем. Еще когда я учился в старших классах, помню, мой сосед так заказал себе невесту. Он тогда был 50 с чем-то летним холостяком. Очень тихий и вежливый мужчина. Просто так вышло, что ему никогда не везло с дамами. К сожалению, эта невеста надолго с ним не задержалась, зато со второй ему повезло. Прошло уже более 10 лет, и каждый раз, когда я навещаю своих родителей, я вижу, как они гуляют по парку со своими детьми. В общем, что не делается, все к лучшему. У нас был профессор с Аспергером, заказавший себе невесту по почте. Он помогал ей получить образование, вплоть до аспирантуры, но по итогу они развелись. Мой друг воспользовался этой услугой. Он хороший мужчина, обходительный, образованный, привлекательный. Работает за хорошие деньги в IT-индустрии. Но единственной его проблемой всегда было то, что когда он начинал с кем-то встречаться, уже на третьем свидании он выбирал посуду, из которой они будут есть в браке. Как следствие, все американки, с которыми он куда-либо выбирался, бежали от него, как от чумы. В конечном итоге он обратился в агентство. Несколько месяцев общался с разными русскими женщинами. Выбрал трех или четырех, которые ему показались самыми интересными, и с которыми у него была лучшая совместимость. Полетел к ним знакомиться, и уже через сутки он и его будущая невеста решили обручиться. 14 плюс лет спустя они все еще живут в счастливом браке. У них двое детей. Она прекрасный человек, как внутри, так и внешне. Умная, милая и смешная. Видно, что они живут ради друг друга. Можно сказать, концовка как в сказке. Если честно, я очень удивлена, что все сложилось так замечательно. Я встречал пару мужчин из этой серии. Один из них был уже довольно старый, вроде 72 ему было. Перевез в США 45-летнюю россиянку. И для него это было выгодно, и для нее. Позже она также перевезла своего сына, свою мать и даже собаку. Собаку, кстати, перевезти было сложнее всего. Это было примерно 8 лет назад, и у них по-прежнему все хорошо. С собакой тоже все хорошо. Это же русская собака, конечно, с ней все хорошо. А есть такое понятие, как канадские невесты по почте? Я бы с радостью стала такой невестой. Мой знакомый женат на украинке, которая изначально переехала в США к другому мужчине. Она была невестой по почте, но с тем мужчиной у них ничего не вышло. После того, как с браком у нее не сложилось, она получила временную рабочую визу, так как больше хотела жить в США, чем в Украине. А мой знакомый встретил ее, когда они работали на одну компанию, занимавшуюся кейтерингом. Он очень талантливый фотограф, и на тот момент его карьера как раз начинала взлетать. Так что, когда она пришла на работу, было уже понятно, что в кейтеринге он проработает недолго. Они начали встречаться, он по уши в нее втюрился, а потом они поженились, чтобы она смогла остаться в стране. С тех пор прошло три года, они все еще женаты, но для всех довольно-таки очевидно, что он влюблен в нее гораздо сильнее, чем она в него. Он помог ей с учебой в кулинарной школе, и теперь, когда ее карьера пошла вверх, мы с друзьями начинаем подозревать, что где-то на горизонте виднеется развод. Довольно грустная ситуация, которая разворачивается прямо у нас на глазах. Большое спасибо за просмотр, в комментариях под видео пиши свои похожие истории, и не забудь посмотреть наши другие видосы. Пока!